Привет, красотка! Сегодня у нас будет очень серьезная тема. Мы разберем по полочкам вопрос стрелок. Какие стрелки бывают? Какая стрелка подойдет именно тебе? Как стрелка может изменить настроение макияжа в твое лицо в принципе? Я расскажу о способах рисования стрелок, о том, как научиться это просто делать, какими инструментами легче всего и так далее. В общем, оставайся со мной, если хочешь погрузиться в эту тему. Я прямо на несколько страниц расписала сценарий этой темы, потому что решила разобраться вот прям от и до. Так что все буду сегодня наглядно показывать. Хочу сразу же предупредить, что у меня лицо может быть немного странным с покраснениями в разных местах, потому что я была на чистке у косметолога буквально вчера. И также после наращивания ресниц у меня глаза немножечко красные, поэтому не обращать внимания, я здорова, жива, все хорошо, но стоило предупредить. Я думаю, что все представляют, что такое стрелка на веке, поэтому я не буду объяснять, что именно такое стрелка, но мы начнем с инструментов. Чем можно нарисовать стрелку? И на самом деле инструментов я подобрала множество. Каждый выбирает себе удобный. Наиболее графичную, четкую, изящную стрелку можно нарисовать подводкой фломастером. То есть это подводка, она выглядит как маркер. Существует также такого рода подводки, то есть они с кисточкой, они тоже жидкие и нужно уже приноровиться рисовать именно вот этой кисточкой. Для меня это неудобный способ, если честно, потому что кисточки обычно у таких подводок длинные, ты не очень ловко можешь как бы ими управлять, нужно приноровиться хорошо, но для кого-то это единственный вообще способ нанесения. Карандаши, конечно же, карандашами для глаз тоже можно нарисовать стрелку. Более того, ничем кроме как карандашом, ну еще может быть тенями, нельзя нарисовать растушованную стрелку. То есть это тот вид стрелки, который не графичный, а немножечко такой уходит в дымку. Для него нам тогда понадобится карандаш и кисточка для растушевки. Но в любом случае при рисовании стрелки карандашом его нужно хорошо точить, поэтому точилочка у вас должна быть. Интересно же, существуют подводки вот такие вот гелевые, то есть здесь нам понадобится уже кисточка для рисования. Есть подводки кушаны, много видов, я говорила. Это такая губка, пропитанная, очень сильно пропитанная средством, и вы тоже опускаете кисточку и наносите кисточкой. Если уж на то пошло, можно рисовать, как вы знаете, мои эксперименты, стрелки хоть матовыми помадами. Почему матовыми? Чтобы они, конечно же, не отпечатались. Так вы можете экспериментировать с цветами. Конечно же, тенями можно рисовать. Короче говоря, этим я хотела сказать, что стрелку можно рисовать почти всем. Вот серьезно, хоть тушь можете открыть, и то средство, которое в туши, набрать на кисточку и нарисовать себе стрелку. Пожалуйста. Далее несколько вещей, которые почти всегда нужны, когда вы рисуете стрелки. Это, конечно же, ватные палочки для того, чтобы где-то ненужное что-то убрать. Мицеллярка, собственно, это намного быстрее, и ничего не нужно тереть. А также консилер для того, чтобы выделить стрелку. Например, вы нарисовали черную стрелку, вот ваш хвостик, и границу стрелки вы начинаете прокрашивать консилером, чтобы стрелочка смотрелась еще более аккуратно и графично. Но, как мне кажется, для этой цели очень хорошо подходит карандаш-консилер. Это вот прям для этого, мне кажется, создано, чтобы делать такие правки именно по контуру. Супер! Разобрались с инструментами, разобрались с тем, что нам может понадобиться еще в процессе рисования. Теперь перейдем ко второму теоретическому блоку. Это мои лайфхаки. Это просто такие мои советы, которым я рекомендую придерживаться при рисовании стрелки, хоть за 2 секунды с утра, хоть при рисовании обалденно красивой графичной стрелки там на вечеринку. Во-первых, это прорисовывать всегда-всегда межресничное пространство. Это прямо водная линия, место роста ресниц. Для чего мы это делаем? Дело в том, что подводка или карандаш, хоть что, наносится как бы сверху ресниц, и получается в любом случае, если вы откроете широко глаза или просто откроете глаза, немножечко будет видно это расстояние у роста ресниц, где ничего не прокрашено. Во-первых, это выглядит не очень аккуратно. Во-вторых, если вы прокрасите это межресничное пространство, то ресниц визуально будто бы станет больше, они станут как будто бы гуще. На самом деле, этот лайфхак подходит хоть на каждый день, когда вы не обязательно рисуете стрелку, а просто, допустим, красите ресницы тушью. И вот попробуйте прокрасить межресничное пространство, например, черным карандашом. И вы сразу заметите, как сильно ваш взгляд станет ярче, ресниц станет как будто бы больше. Второй лайфхак. Многие рекомендуют во время рисования стрелки держать локоть на какой-то опоре, чтобы он не соскочил. Не знаю почему, мне это как-то не очень помогает, у меня это не работает. Я намного аккуратнее рисую и как бы устойчивее себя чувствую, когда наоборот локоть прижимаю к телу, и получается таким образом создаю неподвижность его. И рука не трясется, и как-то все нормально. В общем, выберите для себя удобный способ. Далее я расскажу про зеркало. Например, если мы красим ресницы тушью, то лучше всего смотреть вниз, чтобы зеркало было вот здесь, и мы прямо хорошо прокрашивали ресницы. С подводкой все по-другому. Мы должны зеркало располагать ровно на уровне глаз, и делать небольшой такой прищур натяжения века. Для того, чтобы вот эти вот складочки немножечко распрямились, разгладились, и вырисовали ровно по тому месту, по которому надо, чтобы у вас ничего там, никаких бугров не было. Но, девочки, аккуратно, не создавайте вот здесь себе преждевременно морщины. Делаем просто небольшое натяжение бровей вверх. Таким образом века верхняя разглаживается, и стрелка получится более ровной. Следующий лайфхак — это просто такое внегласное правило. Чем шире стрелка, тем больше должно быть ресниц. То есть, если вы рисуете тоненькую линию, то и тушью можно прокрасить в один-два слоя. Если у вас прям уже сильная такая графичная, красивая вечерняя стрелка, то, возможно, понадобятся даже накладные ресницы. Следующий момент касается инструмента. Для себя вы выберете самый удобный. Дело в том, что хороший инструмент сделает за вас полдела. Это как с хорошей кисточкой, которая растушует за вас сама. Контуринг сделает или румяна красиво растушует. Так что, если подводка, например, высохла, карандаш не заточен, вообще что-то с инструментом не так, то как бы умело вы не рисовали стрелки, скорее всего, они у вас идеальными не получатся. Ну и последний такой момент — это то, что стрелки можно научиться рисовать абсолютно всем. Это уже хорошая новость. Но как можно научиться? Практикуясь. Это действительно то дело, где нужна сноровка, где нужен опыт, где нужна практика. И никто это не сделает за вас, девочки. Так что не переживайте с первого раза ни у кого, ни что не получается. Но потренируйтесь вы несколько десятков раз, например. И я уверена, вы найдете для себя идеальный вариант стрелки. Будете делать их буквально за пять минут и не будете птиховать. Все. Давайте, хватит уже разговаривать. Будем переходить к практике. Я буду показывать сегодня много стрелок, бедные мои глаза. Покажу и обычные варианты, классические, и стрелки для проблемных, так сказать, ситуаций. Так что оставайтесь со мной. Начинается самое интересненькое. Я в жизни рисую стрелки под водкой фломастером. Сейчас она у меня от британского бренда Lottie. Первая стрелочка самая простая, почти без хвостика, подойдет на каждый день и когда мало времени с утра. Просто рисуем тоненькую линию прямо у роста ресниц и более. Теперь нарисуем классическую стрелку с классическими правилами ее рисования. Рисуем тонкую линию вдоль роста ресниц, постепенно утолщая ее к внешнему уголку. И выводим из нее хвостик наверх. Именно такие стрелки я рисую чаще всего. Чтобы нарисовать растушеванную стрелку, используем хорошо подточенный карандаш. Рисуем необязательно идеально ровную линию вдоль роста ресниц. Берем кисточку для растушевки и тушуем карандаш сначала круговыми движениями, затем движениями вперед-назад, а остатки растушевываем движениями наверх. Получается такая легкая красивая дымка. Чтобы округлить глаз, нам нужно прокрасить века так, чтобы самая широкая часть подводки пришлась на середину века. И наоборот, если мы хотим добиться эффекта кошачьих глаз, в таком случае рисуем тонкую линию прямо от внутреннего уголка, выводя тоненький хвостик. Близкопосаженные глаза – это когда расстояние между глазами меньше, чем ширина глаза. Стрелки в таком случае стоит начинать рисовать с середины века, не трогая внутренний уголок. А как раз в уголок глаза нанести хайлайтер. Такой прием визуально сделает расстояние между глазами больше. Далеко посаженные глаза, соответственно, это ситуация, когда расстояние между глазами больше, чем ширина глаза. В таком случае уделяем особое внимание внутреннему уголку и выводим начало стрелки. Такой прием визуально сузит расстояние между глазами. Грустные глаза – это не та ситуация, когда девушка грустная и нужно поднять ей настроение. Нет, это такое положение глаз, когда их внешние уголки смотрят вниз. В таком случае рисуем стрелку как обычно, но вот хвостик выводим наверх немного раньше, чем заканчивается внешний уголок. Такой эффект визуально приподнимет глазам. Нависшая века распространенная ситуация и самая главная проблема, что при таком расположении глаз, если вы нарисуете классическую стрелку, она как бы визуально ломается, если девушка открывает глаза. Поэтому давайте немного схитрим и нарисуем необычную стрелку. Обещаю, скоро мой фокус восстановится и вы наглядно увидите, как это сделать. На моих глазах такая стрелка смотрится странновато, но вот на новейшем веке была бы идеальным вариантом. Ну что ж, красотки, видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что оно было вам полезно. Я постаралась максимум информации, максимум своего опыта сюда вложить. Обязательно пишите в комментариях, как вам такие ролики. Нашли ли вы для себя идеальный метод рисования стрелки? Помните, что в вопросе макияжа, в вопросе стрелок нет какого-то одного внегласного правила. Просто нужно творить, нужно пробовать. Поэтому экспериментируйте, пробуйте и главное не бойтесь. Желаю вам терпения, потому что оно вам точно понадобится. И, конечно же, наш видео-вопрос из Инстаграм. Саша, привет! Я бы хотела тебе задать вопрос в счет волос. Волосы каждый день мыть это время или нет? Привет, Катя! Спасибо тебе за твой вопрос. Я считаю, что нужно волосы мыть по мере их загрязнения. Если вам не нравится, что вы, например, слишком часто моете волосы, вы чувствуете, что они пересушенные какие-то, то, возможно, стоит немножечко поприучать их на день позже мыть их, но без всяких стрессовых ситуаций для ваших волос. Если хотите рекомендации от профессионала, то лучше сходите к трихологу. Он вам даст рекомендации именно конкретно для вашего случая. Но если ты, красотка, хочешь попасть в мое видео, то обязательно заходи в мой Инстаграм, здесь будет сейчас ник. И что? Записывай видео, записывай себя, спрашивай меня о чем-нибудь. Главное, чтобы набьете тему, и я отвечу в следующих видео. Ну и, конечно же, улыбайтесь чаще, красотки. Я вас очень сильно люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok